Добрый вечер! Президент AIBA Чинг Куаву отметил, что Россия проведет мировое первенство на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру и с этим, согласитесь, сложно поспорить. Именно о боксе, кстати, и далее говорим. Сегодня стартовал очередной финал всероссийской летней спартакиады учащихся России. В Славянске на Кубани собрались лучшие юные боксеры страны. Это и мальчишки, и девчонки. 10 весовых мужских категорий на турнире будет представлено, 3 женские. До 31 июля на ринг спортсмены будут выходить. На этот день назначены финалы. Добраться до них, конечно, все мечтают, все 200 участников. 10 из них представляют Краснодарский край. Среди наших ребят победители первенства Европы Анастасия Шамонова, Олег Жарков, а также чемпион страны Бартан Арутюнян. В общем, есть нам на кого надеяться, есть на что нам рассчитывать. Следим. Итоги в спортивных фактах, конечно же, будем подводить. А прямо сейчас подведем итоги другой дисциплины спартакиада учащихся России. Финал баскетбольного турнира также Кубань принял Краснодарский баскет-холл. Именно в нем лучшие молодые команды страны за титул победителя сражались. И кому в итоге титул этот достался, Евгений Резник знает. Финал спартакиады домашний для краснодарцев, а болеют в зале за москвичей. Причем поддержать столичную команду гости приехали из Таганрога. Я приехала, потому что моя дочка общается в очень хороших отношениях с командой Глории. И она попросила, чтобы мы сюда приехали на финал. В Краснодар я побоялась ее одну отпускать. Пришлось ехать вместе с ней. Московские баскетболисты, кстати, не подвели. На паркете они чувствовали себя уверенно. Групповой этап прошли со стопроцентным показателем. В полуфинале разгромили Воронеж 105-26. А в решающем матче попали на хозяев турнира. Первые минуты остались за краснодарцами. Рывок 5-0 подарил зрителям надежду. На трибунах появился красно-зеленый баннер. Интрига, впрочем, довольно быстро умерла. До конца первой четверти игроки в красном смогли набрать лишь 6 очков. Москвичей же целых 28. В дальнейшем гости лишь увеличивали отрыв от соперника. Каждую 10 минутку столичные баскетболисты завершали как минимум с 15-очковой разницей. Итог 109-41. Шансов изначально не был, уверен главный тренер сборной Краснодарского края. Москва по этому возрасту собрала очень сильные команды. У них есть «Тринта», есть «Глория», есть «ССК». Они объединили в одну. И тяжело с ними конкурировать на самом деле. Потому что они собрали ребят со всей России. Это объясняется тем, что на прошлом «Спартакане» по 2000 году, на котором тоже принимал участие, они очень сильно провалились. И от этого у них мотивация зашкаливала. Мотивированы были, конечно, и хозяева. Но во второй раз подряд им досталось серебро. Бронза уехала в Воронежскую область. В матче за третье место представители этого региона обыграли сверстников из Самары. Евгений Резник и Артем Карпов. Кубань-24. Краснодар. Еще одна дисциплина спартакиада учащихся России. Финальные соревнования, которые в Краснодарском крае прошли, это пляжный волейбол в Анапе. В Витязево решающие игры всероссийских соревнований состоялись. В начале июля титул сильнейших разыграли девушки. Ну а затем на песчаных кортах сыграли юноши. Всего их было 40 человек из 17 регионов страны. Боролись спортсмены и за индивидуальные награды, и в первую очередь за общекомандные места. 20 пар в течение двух дней сражались за необходимые для победы своей сборной очки. Захватывающим и интересным по накалу, например, получилась игра за выход в шестерку лучших между командами из Москвы и Воронежа. Если в первой партии столичные волейболисты обыграли соперника со счетом 21-12, то во втором воронежцы нашли в себе силы и сравняли счет в игре. 21-18. Все решилось на тайбреке, где москвичи оппонента разгромили 15-6. Вторая партия нам удалась, конечно, с боем. Они не сдались после первой. Поэтому играли третий сет. Ну там уже как получилось, как получилось. Воронежские пляжники не особо расстроились. Их дуэт образовался всего лишь в мае этого года. И результатом ребята довольны. Игрой мы довольны. Мы играли с одной из самых сильных пар, которые претендуют на призовые места. Взяли партию. Хороший результат для нас, для Воронежа, для области. По турниру мы свою задачу выполнили. Мы восьмерки. Участвовали в финале и две кубанские пары. Надежды тренеров они оправдали. Дуэт Дениса Шикунова и Михаила Киселя занял первое место. Пара Максима Фласова в матче за бронзу уступила представителям Московской области Вереки Укселивана. В соревнованиях девушек, к слову, Вероника Вернигорова и Яна Баканова из Василковского района заняли второе место. И в итоге общекомандную победу в пляжном волейбольном финале спартакиады также одержали наши кубанские спортсмены. По итогам турнира у представителей края в 80 очков. В этом году удостойной чести Краснодарский край мы проводили спартакиаду в 2011 году, сейчас вот в 2017 году. Это для края большая честь, престиж для развития и популяризации всех видов спорта, которые проводятся на спартакиаде. На втором месте в общекомандном зачете москвичей они набрали 75 баллов. Третья сборная Санкт-Петербурга. В Краснодар перебираемся. Здесь стартовал чемпионат края по гребле на Байдарках и Каноэ. Сегодня определились сильнейшие в одиночках на 500-метровой дистанции. Самым зрелищным получился заезд у Каноистов. 19-летнего Максима Селиванова от пьедестала отделяло несколько метров. Но вот почти у самого финиша юный гребец не справился и, к сожалению, оказался в воде. Я вывернулся, боролся за первое-второе место. И произошла небольшая эта, и я вывернулся. Просто что-то волна может быть, может, весло просто, когда вытаскивал, подкинул, и я упал вот. Победителем на этой дистанции с явным преимуществом стал Даниил Пискорский. Он опередил ставшего вторым Ярослава Гладких на 12 секунд. А вот у девушек в Каноэ борьба сохранялась до самого конца. Лучшей в итоге стала призер мировых первенств Людмила Одинцова. После гонки девушка призналась, 500 метров ее любимая дистанция. И преодолела ее девушка на одном дыхании. Соперницы, которые более сильнее, они состоялись с другого берега. И я по сторонам не могу смотреть. Я смотрю только вперед на финиш, быстрее заходить. Да, я начала гонку, стартовав быстрее, как я могу, насколько я могу. Потом посередине я пошла, ну, наращивая постепенно. И, конечно же, финиш я сделала. Лучшим на байдарке у мужчин на 500 метровке стал Егор Карпов. И добавлю, что всего на турнир приехали 73 спортсмена из пяти районов края. Завтра в программе соревнований «Десятикилометровый марафон» завершится чемпионат в четверг греблей на лобках дракон. Победители турнира отправятся на сентябрьский чемпионат России. Вот там на чемпионате мы, возможно, увидим и героя этой недели, канаистку Олесю Ромасенко. Она продолжает свой рассказ. И сегодня чемпионка Европы расскажет о необычном увлечении. О обувлечении пластилином и о производстве мультфильма. У меня была идея, да, как-то надо развивать наш вид спорта. Особенно, когда я увидела по телевидению, что женское каноэ, оно плохо развито, что не умеют грести девчонки, они не могут встать в ловушку. Я подумала, что это все неправда. И сразу же, на следующий день, сделала нарезку с женским каноэ с международных соревнований. И выложила его в сеть. После этого я начала снимать свои тренировки, делать видеоролики. И когда закончился соревновательный период, я пошла в кафе тоже с друзьями. И мы зашли в пластилиновое кафе. Пили кофе, ели бутерброды. И нам принесли пластилина. Я думала, что ж мне слепить? Ну, что слепить? Только выиграла Европу. Вот. Ну, слеплю я себя. Вот. Слепила лодку, слепила каноистку, похожую на себя, в такой же форме. И потом думаю, а дай-ка я сфотографирую. Раз, сфотографировала. А потом думаю, дай-ка я сфотографирую на грибке. И потом, а давайте-ка сфотографируем в динамике. Раз, 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 раз. На захвате, на выносе, на подкате. А потом я такая думаю, ну, наверное, я это все обработаю в компьютере и сделаю мини-ролик. Решила, что не хватает фотографий. Слишком мало. Около, даже 50 фотографий, это мало для динамики. В итоге у меня вышло около полторы тысячи кадров. Столько же у меня вышло брата. С утра до вечера. То есть без перерыва почти. У меня вот месяц точно без перерыва я над ним работала. Сам мультик получился полторы минуты где-то. На этом о спорте разговор завершаем. До завтра прощаюсь. Доброго вечера вам.